Заходя в школьный кабинет, дети должны не отвлекаться на посторонние предметы и думать об уроке, особенно если речь идет о таком сложном и серьезном предмете, как математика. Это не означает, что в помещении должны быть голые стены. Правильно оформленный кабинет, наоборот, поможет настроиться на нужный лад. В первую очередь в оформлении кабинета математики должны присутствовать нормативные и обучающие материалы. Они позволяют лучше усваивать учебную программу. Однако не забывайте, что в один кабинет будут приходить дети с 5 по 11 класс. Поэтому некоторые пособия развешивайте и располагайте так, чтобы их было можно снять или завесить другими. Дети помладше могут сильно отвлекаться на необычные геометрические фигуры, а уж тем более на их объемные модели. Исходя из финансовых возможностей школы, приобретите различные плакаты, таблицы, макеты. Не лишним будет разместить в кабинете портреты известных людей, сделавших огромный вклад в развитие математической науки. В магазинах сейчас есть большой выбор учебных пособий по математике. Чтобы лучше сориентироваться, какие именно купить, сделайте предварительно замеры кабинета. Набросайте на бумаге план, сколько таблиц и какого размера поместится на стенах, где можно будет поставить стенд для наглядных пособий. Если места в кабинете не так много, отдайте предпочтение за ламинированным печатным изданием. Вы сможете свернуть и убрать их. В таком виде они не займут много места в шкафу, как, например, жесткие таблицы, выполненные на деревянной основе. Выделите место для стенда с дополнительной информацией. Разместите на нем расписание уроков, факультативов или дежурств, полученные учениками грамоты и другие материалы, освещающие жизнь школы и классы. Здесь же можно будет выставлять детские рисунки, посвященные математике. Помимо учебных материалов, в оформление кабинета входят и те вещи, которые украшают помещение и создают уют. Будет особенно хорошо, если вы наполните кабинет горшечными цветами. Но при их выборе ориентируйтесь на то, что если зелень свисающая, то она не должна мешать проходу или ученикам, сидящим рядом. Если вы будете ставить растения на подоконник, не приносите большие раскидистые цветы, они будут загораживать солнечный свет, а его должно быть достаточно. Чтобы цветы еще лучше вписались в общее оформление кабинета математики, на горшки можно приклеить формулы и фигуры, вырезанные из бумаги или нарисовать краской. Субтитры создавал DimaTorzok